Рад вас приветствовать на нашем очередном видео и сегодня мы пообсуждаем квантовые регистры и частичные измерения. Итак, рассмотрим сначала классический регистр, который состоит из двух битов. Что с ним происходит? У двух битов есть четыре разных состояния. 0, 0, 1, 1, 0 и 1, 1. То есть первый обычный детерминированный бит в состоянии 0, второй тоже в 0. Первый в 0, второй в 1 и так далее. Вот у нас четыре есть состояния. Так же как и с одним битом, мы в соответствии с этим состоянием поставим четыре единичных вектора, направляющих у координатных осей, в которых, соответственно, единички стоят в одной из четырех координат. Ну, раз у нас уже четыре координаты, то нам нужно четырехмерное пространство. То есть в четырехмерном пространстве это четыре направляющих вектора. Так же, как и в случае с одним битом, мы обозначим их, используя нотацию дирака. То есть вот у нас вот этот вот вектор будет соответствовать 0, 0. Мы его назовем это 0, 1. Соответственно, это 1, 0 и это 1, 1. Это соответствует четырем состояниям наших битов. При этом мы можем сказать, что вот здесь единичка, если нуля будем нумеровать вот эти вот координаты, то тут единичка находится в нулевой позиции, в единичной, во второй и в третьей. И вот эти вот значения наши для двух битов, они по сути кодируют эти числа в двоичном виде. То есть вот это число 0, соответственно, единички в нулевой позиции. 1 в первой позиции, 2 в второй позиции и 3 в третьей позиции. Мы можем сказать, что если у нас регистр из двух битов находится в состоянии CD, то это тензорное произведение в состоянии двух отдельных битов, в состоянии C и в состоянии D. Давайте вспомним, что такое тензорное произведение. Для двух матриц можно определить тензорное произведение. Если у нас две матрицы, одна размера n на m, другая k на t, то в результате будет матрица размера nk на mt. То есть вот n умножить на k в произведении и m умножить на t в произведении. При этом как она формируется? Мы берем первый элемент с первой строки в матрице A и полностью домножаем на матрицу B, записываем как один большой блок. Потом первая строка, второй столбец матрица A и полностью домножаем на матрицу B, записываем второй блок и так далее. И mt-блок в этой строчке, такой из блоков, это элемент 1m из матрицы A, умножается полностью на матрицу B. Вот эта вот часть, это получается такая большая часть нашей матрицы высоты k и ширины m на t, потому что у нас получается получается m-блоков каждый размер по t. Дальше вторую строчку берем и следующий блок записываем и так далее. Ну, то есть вот так вот можно один блок расписать. Это полностью элементы такие A11 на B11, A11 на B12 и так далее, A11 на B1t и так далее до катой строчки. Вот один блок вот соответствует вот этому всему этому блоку. Если мы перемножаем тензорное состояние двух битов, один бит в состоянии 0, второе состояние 1, то это тензорное произведение вот этих двух битов столбцов, ну или можно сказать матриц, размера 2 на 1. Раз они размер 2 на 1, то количество строк должно быть 2 умножить на 2, это 4. Количество столбцов 1 умножить на 1, это 1. Хорошо, мы берем первый элемент из этой матрицы, это 1 и домножаем на оба элемента вот здесь. И вот это наш первый блок. Получается 1 на 0, 1 на 1. Тут получится 0, тут единичка. Дальше берем второй элемент из нашей первой матрицы и домножаем полностью на все элементы второй матрицы. Получается 0 на 0, 0 на 1. Тут нули, то есть 0, 1, 0, 0. Это полностью соответствует вот этому вектору, то есть вектору 0, 1. Ну как раз мы как бы записываем вот это вот 0, 1 по состоянию каждого из битов. Что мы можем делать? Так же, как и в прошлый раз, мы можем манипулировать, изменять состояние из одного в другую, то есть какие-то наши вычисления, они изменяют значение вот этих регистров или переменных из двух, которые соответствуют 2 бита. И можем считывать, смотреть какие там значения в зависимости от этого что-то делаем. Что у нас происходит в вероятностном случае, в рандомизированном? Рассмотрим вероятностный регистр из двух битов вероятности. Итак, вероятностному регистру соответствует опять же вектор из четырех элементов. Это распределение по вероятности по четырем состояниям. 0, 0, 1, 1, 0 и 1, 1. Так что сумма этих вероятностей единицы и каждая вероятность, она от нуля до единицы. Так же, как и в прошлый раз, мы можем расписать этот вектор, вот этот вот наш, как соответствующее значение умножить на единичный вектор для вот каждой из координат. Получается p, 0, 0 умножить на вектор 1, 0, 0, 0, p, 0, 1 вектор 0, 1, 0, 0 и так далее. Поэтому мы можем в таком же виде, как и для одного вероятностного бита, мы также можем для двух вероятностных битов записать, использовать чисто стандартные алгебраические свойства. Помню, что вот эти вот обозначения, это обозначения для единичных векторов нашего четырехмерного пространства. Так же, как и в прошлый раз, мы можем состояние вот этих двух регистров из двух вероятностных битов разделить на тенсорное произведение состояние из, состояние двух отдельных вероятностных битов. Ну, действительно, давайте посмотрим. Например, вот если у нас вот эта вот вероятность p, 0, 0, как она высчитывается? Вероятность того, что наш вероятностный регистр находится в состоянии 0, 0, это значит, что и первый вероятностный бит в состоянии 0, и второй вероятностный бит в состоянии 0. То есть это произведение вероятности, что в состоянии 0 первый бит, это вот это вот значение, и вероятности того, что второй бит в состоянии 0. Это вот это значение. Соответственно, P01, например, это произведение P0 для первого бит вероятности и P1 для второго вероятности бита. Ну, смотрите, это вот в точности получается для тензорного произведения, если мы рассматриваем, то это в точности первые два элемента вектора из четырех строк и одного столбца. И это как раз произведение первого элемента на каждый из элементов вот этого вектора. И так далее все это прописывается. То есть у нас прямо получается точно так же тензорное произведение вот этих двух состояний. Итак, что мы можем делать, так же как и с одним вероятностным битом, мы можем изменять вероятности, домножая на стахастическую матрицу, но уже размер 4 на 4, потому что у нас вектора столбцы размера 4 используются для задания состояния наших двух вероятностных битов. Соответственно, мы можем сочетать значения, и мы получаем значение CD с вероятностью PCD. То есть вот мы с соответствующей координатами, например, сочетая значение 1,0, мы можем с вероятностью P1,0. С соответствующей координатой мы смотрим, это вероятность того, что мы у нас этих два вероятностных битов вот в нашем нужном состоянии. При этом, если мы считываем только один бит, второй бит у нас остается вероятностным распределением. И мы можем сказать так, что считывая только один бит, то есть вот у нас мы подкинули две монеты, обе подкинули, одну уже поймали, а вторую еще нет. Вторая все еще находится в вероятностном распределении, в каком-то вероятностном состоянии, то есть это вероятностный бит. Но мы первую получим с вероятностью суммы вероятности P0,0 и P0,1, то есть это два состояния нашего системы, где у нас выпадает ноль для первого бита. P0,0 и P0,1. А единичку мы получим при измерении первого вероятности бита с вероятностью P1,0 плюс P1,1. После этого у нас происходит нормирование нашего состояния, то есть остается только P0,0 и P0,1. Других вот эти уже не выпадут, то есть вот эти два остались. Уже известно событие, что первая монетка выпала в состоянии ноль. И, соответственно, мы нормируем, у нас получается такое состояние. Если единичка, то тогда вот мы вероятности делим на вероятность P1. Ну, графически это можно представить так. Если у нас было вот это все пространство событий, есть четыре вот этого кусочка, возможно, четыре состояния наших двух вероятностных бит, если мы измерили, то у нас осталось только вот этот пространство событий. Соответственно, в начале вероятность попадания вот в каждый сектор, это площадь этого сектора поделить на общую площадь всего пространства, всего круга. Но когда у нас выпал только ноль, значит у нас вероятность также попасть в сектор, эту площадь сектора поделить на площадь всего пространства. Оно уже у нас такое, поэтому это вот площадь сектора P00, по сути, поделить на площадь, вот суммарную площадь вот этих двух элементов. Вот в точности то, что мы записали. Рассматриваем теперь два квантовых бита, что происходит с ними. Квантовый регистр из двух бит состоит, представляется вектором тоже из четырех элементов точно так же, только там амплитуда, то есть аналогия полная с одним квантовым битом. Сумма квадратов элементов вектора равняется единице, то есть в общем случае это комплексные числа, но мы будем в данном случае в рамках этой серии лекций рассматривать только действительные числа и соответственно модули они от нуля до единицы. То есть если мы смотрим на то, что действительно числа, то это могут быть числа от минус единицы до единицы. Точно так же, как и в вероятностном случае, мы можем это просто чисто расписать, это координаты умножить на направляющий вектор, соответствующий оси в четырехмерном пространстве. Мы просто так записываем. И также мы можем расписывать это как тензорное произведение. Манипуляции это унитарное преобразование 4 на 4 и чтение мы получаем в состоянии cd с вероятностью квадрат с соответствующей амплитудой. Точно так же, как и это происходило с одним квантовым битом. При этом, когда у нас происходит измерение, то тогда вероятность получить ноль, если мы измеряем только один квантовый бит, она будет сумма квадратов амплитуд в состоянии, где первый квантовый бит в состоянии ноль. И после этого точно так же происходит нормирование. Нормирование у нас происходит так, чтобы у нас сумма квадратов была единица, поэтому на корень из вероятности мы делаем. И то же происходит, если у нас состояние 1. У нас получается сумма квадратов амплитуд для тех состояний, когда у нас первый квантовый бит 1. Мы получаем с этой вероятностью первый квантовый бит, если мы его только измерим, результат 1. И тогда у нас система переходит вот в такое состояние, тоже мы нормируем их. Вот это вот неравенство, оно такое очень хитрое, и мы на самом деле пообсуждаем его чуть-чуть и посмотрим, когда это действительно правда. Что у нас происходит, если у нас n квантовых бит? Происходит следующее. В качестве значения у нас, соответственно, есть 2 в степени n разных значений. Это 2 в степени n разных бинарных строк длины n. И сумма такая, что сумма квадратов этих амплитуд равна единице. Каждая из них по модулю от 0 до 1. Мы иногда будем обозначать эти амплитуды с индексом вот таким, длинным, бинарной строкой. Иногда числа, которые сгодированы бинарной строкой. Когда количество амплитуд очень много, уже вот такое представление, оно намного удобнее становится. Но мы всегда помним, что это то же самое, что вот это вот представление. И будем иногда такое, иногда такое использовать. Соответственно, в стандартной нотации Дирака мы можем записать так. То есть это координат умножить на соответствующий единичный вектор. Ну или вот так вот записать. Мы единичные векторы, так же как здесь, иногда будем обозначать числом, двоичное представление которого является как раз состоянием наших квантовых битов. То есть у нас бинарный строк длины n 2 в степени n. От 0 до 2 в степени n минус 1 числа можно туда закодировать. Поэтому у нас такие и номера, значения для наших направляющих векторов. Теперь уже у нас не 4-мерное пространство, а 2 в степени n мерное пространство. Ну так же это состояние, оно расписывается как тензорное произведение каждого из квантовых битов. Ну тут тоже, это мы чуть-чуть еще пообсуждаем, когда это действительно правда. Манипуляции это умножение на унитарную матрицу, 2 в степени n на 2 в степени n. И когда мы читаем, то тогда мы получаем значение, вот здесь вот точнее будет вектор i, то есть для 2 кубита cd, для n кубит какое значение i, или то же самое, то есть это какие-то там нольки, единички, где закодировано вот это число i там. С вероятностью 2 в степени i в квадрате. Хорошо. И если мы измеряем один квантовый бит, например, первый квантовый бит, тогда вероятность того, что мы получим 0, это сумма амплитуд всех состояний, где там нолик стоит. И единица всех сумм амплитуд всех состояний, где тут квадрат в амплитуде. Где на первом, в соответствующем кубите стоит единичка. Остается только эти состояния. И вот все они. То есть тут не только их 2, их тут много получается. Можно вот так вот 3 точей плюс написать. 3 точей плюс. И они все нормируются, делятся на корень квадратный из соответствующей вероятности. В следующем видео мы посмотрим некоторые примеры, как квантовый регистр можно разложить на тензорное произведение двух отдельных квантовых бит. То есть если мы, или больше, если мы имеем какой-то квантовый регистр, чтобы понять, а в каком состоянии каждый из квантовых бит находится в этом случае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!